Не зарастёт народная тропа. Жители станции Большая Михайловка регулярно поднимают вопрос об устройстве резную дорогу. Однако на все обращения жильцов пока никакого отклика. Проблемой разбиралась наш корреспондент Ирина Григорьева. Жители станции Большая Михайловка каждый день сталкиваются с одной и той же проблемой. Чтобы попасть на работу или в школу, они вынуждены лазить под поездами. Периодически перекрывающими пешеходный переход на ЖД-путях. Или же проделывать длинный путь, чтобы обойти грузовой состав. Моста в этом месте нет, поэтому взрослым и детям приходится рисковать жизнью. Именно на этом участке останавливаются грузовые поезда. И непонятно, в какой момент поезд может тронуться. Приходится обходить по поездам. Встречные поезда едут. Не знаешь, когда тронется. Когда они тронются, стоят светофоры, которые, в принципе, неизвестно, тоже оповещают, не оповещают. Постоянно красный цвет. Белолуны горит редко. Ты даже просто не знаешь, с какой линии, когда поедет поезд. Можно ли в этот момент обходить? Есть люди, которые просто берут, чтобы не обходить далеко, опаздывая на работу, лазают просто под поездами. Я здесь живу уже 60 лет. Ну, всю жизнь здесь переходим, перелазим под поездами. Уже привыкли. Уже 60 лет нам обещали здесь мост построить. Ну, обещанные. Воз и ныне там. Переход по железной дороге превращается в настоящую лотерею, так как на участке насчитывается 10 путей, которые сходятся в 4 линии. Особенно непонятно, по какому пути переходить, когда летит скоростной поезд. Установлены светофоры, но они не в рабочем состоянии. Зачастую жители просто перебегают, чтобы не пришлось снова лезть под грузовым составом. Особенно страшно переходить в темное время суток или плохую видимость из-за погодных условий, делится жительница района Юлия Бетюкова. Когда темно на улице, когда туман, снег, дождь, очень плохо видно, в какой сторону, по какой полосе едет поезд. Ты просто начинаешь бежать, перебегать эту дорогу, чтобы, не дай бог, с твоей стороны не появился он ни спереди, ни сзади. На многочисленные просьбы жители в администрации не реагируют. Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ответ для решения проблемы прозвучал так. На сегодняшний день для решения данной проблемы безопасности пешеходного перехода на участке железной дороги нами начата работа по разработке проектно-сметной документации по строительству путепровода, пешеходного путепровода через железную дорогу в районе Большая Михайловка. Начало реализации проекта по строительству путепровода, пешеходного путепровода через железную дорогу в районе Большая Михайловка планируется на второе полугодие следующего года. По словам Нуршана Тасмагомбетова, проблема взята под контроль. А пока идёт разработка проектной документации, жители надеются, что за это время пострадавших там не появится.